Я всех приветствую, братья и сестры. Слава Господу, что мы сегодня имеем возможность собраться, чтобы помолиться вместе. И прежде чем мы склоним свои колени для того, чтобы возблагодарить и прославить Бога, я хотел предложить одну короткую мысль для того, чтобы мы могли знать, о чем молиться и как помолиться. Для народа израильского было оставлено законы и постановления, как поступать в жизни. Мы прочитаем перед нашим рассуждением из книги Левит, 7 главы, 11-12 стихи. Книга Левит, 7 глава, 11-12 стихи. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Все мы с вами, я имею ввиду взрослых людей, которые когда-то были детьми. И сегодня мы имеем своих детей и внуков, которых хотим наставить, воспитать, чтобы наши дети, наше поколение, они были благодарны. Благодарны за все. И я думаю, что каждый из вас, из родителей, заметил, что каждый ребенок, он своеобразен. Он по-своему воспринимает тогда, когда мы говорим ему, вот тебе игрушка, скажи спасибо. Или вот тебе конфетка, скажи спасибо. Один ребенок с удовольствием говорит спасибо, другой, он набычится, насупится, и скажет нет, тогда отдай конфетку или отдай игрушку, и не отдаст, ну и спасибо не говорит. Это характер. И мы стараемся как-то воспитать в ребенке, для того, чтобы он научился быть благодарным. Мы в свое время проходили, когда-то в школу, этапы были у нас, это культура была, когда нас обучали и говорили, чтобы мы были благодарными. В законе для народа израильского также были жертвы не только за грех и другие жертвы, но были и мирные жертвы, за которые нужно было приносить Господу с благодарением то или иное. И мы прочитали, что здесь написано, что все, что ты приносишь, оно должно было быть пропитано елеем. Вот эта жертва благодарности, это мирная жертва, помазанная, пропитанная елеем, пропитанная благоуханием, для того, чтобы принести это пред Господу. Что говорит нам словарь Ожегова? Благодарность – это чувство признательности за оказанное добро или внимание. Чувство признательности за оказанное добро или внимание. Знаете, в этом есть проблема – возбудить в себе, в человеке, внутри себя, вот это чувство, достойное чувство, чувство благодарности. Проблема в этом есть. Почему? Потому что есть много положительных и отрицательных факторов, которые по-разному будут восприниматься и по-разному реагироваться. В зависимости от того, от нашего расположения, от нашей воспитательности, от нашего внимания или внимательности ко всему, от способности оценить, от этого мы можем быть или благодарными, или неблагодарными, в зависимости от многих качеств, которые могут сопутствовать тому, будем ли мы благодарными или нет. Что значит «благодарить»? «Благодарить» – это значит оценить действие, оценить чувство, оценить доброту поступка, оценить. И очень часто трудно оценить тогда, когда мы не знаем ее ценности. Я знаю, что здесь есть и ребята, и девчата, которые знают цену вещам. Я знаю, есть ребята, которые знают цену кроссовкам. Для меня, ну, одел человек и одел, а он говорит, нет, эти стоят 3 тысячи, а эти стоят 8 тысяч. То есть люди знают цену, и они могут определить. И для того, чтобы определить другие вещи, нужно знать ее стоимость. Ну, когда мы говорим о наших земных вещах, мы можем ошибаться, мы можем по-разному определять. Но давайте посмотрим библейский пример, и на этом библейском примере мы посмотрим, как сделать, как оценить услугу самарянина. Мы знаем ту историю, которую Христос привел, о том человеке, пострадавшем, избитого разбойником, который лежал при дороге, раздетый, избитый, израненный. Как оценить услугу самарянина? Ведь можно было бы оценить стоимость провоза, правда? Ведь у него был осел, у него была техника, он загрузил его, положил его и повез. Можно было оценить и сделать вывод, сделать этому поступку. Или можно было сделать оценку с содержанием гостиницы. Ведь тогда, когда он его привез в гостиницу, он заплатил два динария и сказал, что если, что истратит больше, то когда будет возвращаться, он возместит все эти утраты. Можно было оценить этот поступок таким путем? Или можно было оценить стоимостью вылитого елея и вина, которые он применил для того, чтобы обмыть его раны, для того, чтобы перевязать этого больного? Ведь мы не знаем, то ли приобрел этот самарянин это вино и елей, и вез домой, или же он вез его, может быть, для того, чтобы продать. Мы об этом ничего не знаем, но человек использовал это, и можно было бы оценить вот этот поступок именно таким путем, расход вина елея. Или же можно было бы оценить его самим трудом? Ведь он не прошел мимо. Он потрудился, он затратил время, он сделал все. Но разве в этом цена поступка? Разве в этом цена всей этой истории? А как оценить сострадание? А как оценить любовь, которая была явлена к этому пострадавшему? А как оценить благое расположение или благое желание сделать ему все возможное для того, чтобы помочь ему? Как это оценить? На какие весы можно повесить вот это для того, чтобы сделать правильный вывод? Знаете, благодарить значит положить свое состояние на противоположную чашу весов и увидеть, что кто-то сделал больше, чем я достоин. Или чем я в состоянии отплатить? Кто-то сделал больше, но для этого нужно себя положить на противоположную чашу весов и увидеть, увидеть эту разницу, что кто-то сделал для тебя больше. Слушай, чем мы рассчитываемся за преступление, которое было нам прощено? Чем мы рассчитываемся за грехи, которые были нам прощены? Чем мы можем отблагодарить Бога за благодать, которую Он к нам явил, к нам недостойным грешникам? Слово Божье говорит, что благодарить, это значит поливать елеем, это значит пропитать благоуханием, это значит отдать то, что у тебя есть для того, чтобы эти ароматы были вознесены к Богу. Знаете, благоухание и ароматы, они нужны были для того, чтобы принести эту мирную жертву в народе израильском. Поэтому и сказано там, что все, что ты приносишь, муку, пресные хлебы, лепешки, оно должно было пропитано, быть смешано с елеем, с благоуханием, когда ты приносил это в благодарность Господу. Так мы читаем, если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарения он должен это сделать. Благодарить, это выражать признательность. Как мы ее выражаем, нашу признательность? В каком виде мы ее выражаем? Конечно, мы можем выражать ее почтением человеку, который сделал нам какое-то добро, или преподнесением какого-то подарка, отблагодарили мы. Или же, может быть, даже такие были случаи, когда люди говорили, посвящали себя. Мы читаем в Евангелии, что один человек сказал, Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Я пойду за тобой, где бы ты ни был, я буду с тобой всегда. Или читаем в книге Руфь, 1 глава 16-17 стихи, где говорит Руфь на имении своей свекрови, когда ее уже мужа не стало, и они возвращались в народ израильский, обратно, в землю израильскую. И Руфь пошла вместе с наименью, и наимень просила ее, говорит, останься, иди к своему народу, к своим богам, останься там, потому что там твое родство, там все твои. Но посмотрите, что говорит Руфь. Руфь говорит 16-й стих, читаем мы 1 главы книги Руфь. Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь туда, я пойду. Где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и Бог твой моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то-то и то-то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою. Мы не знаем подлинной истории, чем завладела сердцем наимень у этой своей дочери Руфи, которая осталась после смерти сына. Что она могла повлиять, каким образом, что эта молодая женщина оставляет свой народ, оставляет все, настолько привязана была и благодарна ей, может быть, за все, что она оказала наимень для этой молодой девушки. Мы часто благодарим людей, возвышая их, считаем их непревзойденными в любви, непревзойденными в действиях, непревзойденными в каких-то поступках. Но часто и мы ошибаемся, потому что мы не знаем подлинности человека, мы не знаем внутренности человека, чем живет человек, как живет, какие мотивы двигали его к этому. Но Слово Божие говорит, что Бога мы должны благодарить за все. Когда мы говорим за все, здесь не имеется в виду только за все хорошее, чтобы мы были благодарными. В первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих, написано, что «за все благодарите», за хорошее и за плохое. Приходит беда в жизнь нашу, пришел какой-то случай, благодарить Бога. Да, благодарить Бога. Хочется нам благодарить? Нет. Но мы должны благодарить. За все благодарите. Посмотрите, процент людей, которые благодарят, очень низкий. Из десяти прокаженных, которые стояли в стороне и кричали «Господи, помилуй нас!» Возвратился только один для того, чтобы отблагодарить Бога. И когда он возвратился, написано, что он пал ниц к ногам его, благодаря его. Он хвалил Бога громогласно. Он хвалил его, не стесняясь людей, которые окружали его. Он делал это громко. Он пал на свои колени, пал ниц, потому что он понял, какую милость Господь явил к нему. Братья и сестры, как часто мы благодарим. У нас есть один день в году, когда мы благодарность приносим Господу за все урожаи, за все, что дает нам Господь. День жатвы. Как часто мы практикуем в жизни своей не просить, а благодарить больше Бога. Или мы громко получаем, а тихо благодарим. Давайте проверим в своем сердце, давайте проверим внутри себя каждый, прежде чем склонив колени, посмотреть, как часто я благодарю Бога. Как часто моя молитва к Богу возносится с благодарностью, только с благодарностью. Перед тем, как мы склонимся на колени помолиться Господу, я хотел прочитать слова одной песни, которую поет Светлана Копылова. Я просто прочитаю, и мы будем молиться. От земли до неба ангел путь держал, две большие ноши еле поднимал. Пёрышки свалялись, подбежит ручьем, но ему как будто это ни почем. Тащит ангел Богу те котомки две, от людей скорбящих, от людей в беде, полные прошения и тяжкие сумы, их там, как снежинок на полях земных. Вдруг увидел ангел, как его собрат почивает сладко возле райских врат. Облачко-подушка под его главой, никакой заботы, на челе покой. Из просонья ангел говорит ему, почему так часто в толк я не возьму, с сумками летаешь ты туда-сюда. Поделись, дружище, в чем твоя нужда? И ответил ангел, брат мой, я спешу, я с земли прошения Господу ношу. О прошении много, помоги, подай. Ими и заполнил весь мой календарь. Удивленный ангел плечиком пожал, мне Господь другое послушание дал. Оттого-то, брат мой, я весь день лежу, что лишь благодарность Господу ношу. Давайте склоним наши колени, поблагодарим Бога за все, что Он нам дает в жизни нашей. Аминь.